добрый день дорогие пекари сегодня будем делать ванильные коржики на закваске вы можете делать их как на закваске так и на остатках закваски если вы используете остатки тогда не нужно тесто выбраживать так долго как я буду делать в этом рецепте тогда добавляете разрыхлитель и можно формовать коржики сразу но я буду делать на закваске очень хотелось таких песочно таких плотных коржиков и я думаю что у меня получилось очень интересный рецепт я думаю что он вам полюбится и давайте приступать не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео для ванильных коржиков нам понадобится мука высшего либо первого сорта пшеничная 100 граммов сливочного масла 90 граммов сахара одно яйцо немного соли ванилин и конечно же пшеничная опара не смотрите что она мне так неопрятно выглядят просто я готовлю сегодня не только эти коржики уже опара была частично использована вы кстати можете сделать такие же точно коржики на остатках закваски тогда добавляете еще разрыхлитель либо соду и не нужно выбраживать тесто можно сразу формовать и выпекать если вы делаете с разрыхлителем замешивать можно как вручную так и в любой технике я люблю ручной способ замеса сдобы вы это знаете нарезаю масло масло заранее достала из холодильника чтобы она стала мягким можно масло растопить вам еще проще будет так замешивать нарезала масло всыпаю 350 граммов муки сразу весь сахар соли 3 грамма и начинаю растирать в крошку прием этот известен я его показывала много раз подробнее посмотрите я оставлю ссылку в описании растираем до получения однородной крошки сделали вот такую мелкую крошку вбиваем сюда яйцо у меня очень интенсивный ванилин поэтому его буквально один грамм достаточно будет и добавляем сюда базовую пшеничную опару ее нужно 180 граммов дальше остается только замесить тесто как всегда при замесе я говорю наблюдайте за густотой вашего теста мука может храниться в разных условиях она может быть чуть важного то может быть слишком пересохшие у меня вот влажность воздуха чрезвычайно низкая мука очень сухая вбирает в себя много влаги при замесе поэтому я всегда добавляю либо воду либо молоко в зависимости от рецепта для достижения нужной густоты вот сейчас я вижу что суховато и можно добавить немного молока 25 граммов и продолжаем замес теста когда крошки почти уже перестают отделяться от теста переходим на стол и начинаем замес на столе это пока первичный замес здесь не нужно добиваться абсолютной однородности теста вам нужно сделать так чтобы растворился сахар перестал чувствоваться под руками еще хороший критерий когда у вас тесто перестает клеится к рукам то есть она уже все возвращается обратно и уже не приклеивается к вашим пальцем это значит что тесто уже начинает замешиваться ведь какое хорошее очень классное это всего лишь предварительный замес теста мы его еще раз промесим только сделаем это минут через 20-30 когда она отдохнет и расслабиться накрываем крышкой оставляем постоять тесто на коржике отдохнула заблестела посмотрите прям как будто золотой песок в нем блестит это блестит сахар который начал растворяться в нашем тесте сейчас нужно замесить довести до однородности вы видите сейчас какое рыхлое тесто на замес уйдет минут 10 может быть 15 можете замешивать в любой технике которая у вас есть я решила себе сегодня провести заодно утреннюю гимнастику проработать плечи вот таким вот образом потому что движение мы не кистью делаем мы делаем движение от плеча и замешиваем если вы замешиваете таким способом мы вы сразу увидите насколько быстро из того рыхлого комка теста она становится более гладким и сейчас есть дам ему еще небольшую паузу сейчас мы хорошо его потренировали еще минут на 5 еще промесим и после небольшой паузы нам остается всего лишь дамить тесто до готовности это тоже совершенно недолго это буквально минут еще пять вы сами почувствуете что тесто готово потому что у вас под руками будет абсолютно гладкая однородная масса приятно из которой захочется что-то лепить помните воспоминания детства до как пластилин такая мягкая приятная масса ну вот пожалуй все достаточно прошло меньше пяти минут и тесто у меня замешать смотрите какое прекрасное сейчас я накрою его крышкой дальше мы его оставляем спокойно бродить не делаем никаких обминок часа три-четыре брожение при температуре 22 26 то есть нормальная комнатная температура наблюдаем за тестом и как она растет прошло 3 часа брожение теста давайте на него посмотрим на самом деле рыхлая она красивая прекрасно бродит и сейчас этим тестом все очень легко и просто его нужно раскатать равномерный пласт толщиной чуть меньше сантиметров очень красиво очень эластичное тесто хорошо прокатываем края раскатала тесто дальше все достаточно просто вы можете делать по линейке можете без можете вырезать любыми формочками для печенья а так вы нарезаете на полосы шириной 56 сантиметров либо обычным ножом либо для ножом для пиццы и потом нарезаем по диагонали делаем ромбы края можем собрать и раскатать еще раз прорезаем до конца подравниваем готовые ромбики укладываем на расстойку на пекарскую бумагу час расстойки ванильных коржиков вполне этого достаточно приготовлена у меня смазка это яйцо с водичкой вернее желток с водичкой чуть-чуть смазываю по поверхности и присыплю сахаром духовка разогрета на 180 градусов вверх плюс вниз отправляю выпекаться коржики мои готовы испеклись смотрите как они хорошо поднялись при выпечке теперь остается их только переложить на решетку и дать им остыть коржики остыли я уже их отфотографировала на обложку уже попробовала получилось именно то что я хотела смотрите плотный коржик со слоистой структурой кто любит коржики наверняка оценит вот такая слоистая классная структура тесто напоминает очень сильно напоминает песочная она плотная хрустящая корочка но при этом она нежная при раскусывании умеренно сладкая если вы любите сладкая можете добавить сахара больше на мой вкус вполне достаточно вкус несомненно напоминает детство мне кажется очень похожие коржики продавались у нас в столовой школе на мой взгляд очень вкусно очень ароматно очень нежно при этом достаточно хрустящая корочка получилось именно то чего я хотела я надеюсь этот рецепт вам полюбится не забудьте подписаться и поставить лайк будем с вами печь испечем еще много всего интересного и зовите своих друзей и знакомых пускай домашних пекарей становится больше